Да. Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет. Музыка Так, ну значит, у нас с вами наконец наступают магнитные взаимодействия. Надо было еще, конечно, одну лекцию про закон о мои токи прочитать. Какие токи бывают на свете. Всякие там токи в вакууме, токи в полупроводниках. Но как-то я боюсь, что мы тогда остальное успеем сделать. Будет время, потом расскажу. А не будет там где-то... Хороший был год, когда был ковид. Мне надо было ездить, читать. Я сидел на горнолыжном склоне. Почитаю лекцию, покатаюсь. Почитаю лекцию. Нормальное время было. Так что тогда сами почитайте. Значит, у нас с вами следующая тема будет называться «Классическое описание магнитных взаимодействий». То есть я сейчас вынужден буду вам рассказать то, что вам в школе должны были рассказать. Но, как показывает опыт, в школе про это как-то кисло рассказывают. Ну и первый вопрос. Это на тот случай, если вы в школе будете преподавать, чтобы не пургу несли, а что-то разумное говорили. Первый вопрос. Сила Лоренца. Определение поля B. Вот давайте рассмотрим какую-нибудь часть пространства, которая находится в инерциальной системе отсчета. Ну вот, если там окажется, что если любое тело, помещенное в это пространство, отпустить, оно будет двигаться всегда с одним и тем же ускорением, мы скажем, о, в этой области пространства существуют гравитационные взаимодействия. И для того, чтобы ответить на вопрос, а почему они существуют, да, в этой области пространства больше ничего нет, только одно тело, которое мы помещаем. Ну а значит, где-то там есть гравитационные заряды или массы, и они, если мы помещаем тело, вызывают движение с ускорением, независимое от того, какое тело мы сюда поместим. Если такое есть, мы говорим, есть гравитационные взаимодействия, но если какой-нибудь там недоуч начинает сильно приставать, откуда они взялись, мы говорим умные слова. Ну там есть гравитационное поле. Ну и обычно на этом около физики затыкают. А, ну да, гравитационное поле. Круто, круто. Но если там будет кто попытливее, там надо будет ему бешить лапшу на уши, что там есть искривление четырехмерного пространства времени. Но общей теорией относительности мы с вами тут не занимаемся. Гравитационные взаимодействия слабые, ну и в баню. Если мы помещаем некоторые тела, которые называем заряженными, то иногда случается так, что на эти тела в этой области пространства действует сила. Если в этой области пространства на заряженное тело действует сила, а на незаряженная сила не действует в этой точке пространства, мы говорим, о, ребята, в этой области пространства существуют электростатические взаимодействия. И там где-то вокруг есть заряды другие, и они вот заставляют это тело двигаться с ускорением. А мы говорим, что на тело действует сила. Обратите внимание, ведь на самом деле силы никакой нет. Просто тело движется с ускорением, а если мы хотим противодействовать этому ускорению, мы должны будем сюда приделать пружину динамометра. Поймите, сила – это наша выдумка. Никакой силы F со стрелочкой и буквы E электрическая нет. Это выдумка. Есть только то, что иногда некоторые тела начинают в этой области пространства двигаться с ускорением. Эти тела мы называем заряженными. А на глупый вопрос, а что это? Ну, если есть ускорение, мы говорим по второму закону Ньютона, значит, есть сила. И дальше мы говорим, что а сила, откуда она взялась? А, наверное, те тела, которые находятся снаружи, создали здесь нечто, что называется электрическим полем. И вот если такое происходит, мы говорим, что в этой области пространства существует электрическое поле. Потом нам хочется это электрическое... Значит, еще раз, электрическое поле – это физический объект. Это мы выдумали некоторую сказку, которая пытается объяснить, откуда взялась сила. Дальше... Вернее, откуда взялось взаимодействие с участием заряда. А математически это взаимодействие мы описываем придуманной нами силой, векторной величиной. А для объяснения, откуда взялась придуманная нами сила, мы выдумываем еще одну сказку о том, что здесь есть некоторый физический объект под названием электрическое поле. А для того, чтобы как-то описать причину, вот количественно тот объект, который является причиной этой силы, мы придумываем количественные характеристики для этого электрического поля. Какие характеристики мы придумываем? Мы придумываем два векторных поля. Одно векторное, другое скалярное. Два математических поля. Для описания поля мы придумываем векторное математическое поле векторов напряженности, когда мы в каждой точке пространства выдумываем вектор Е. А скалярное, если мы хотим описать это поле, мы выдумываем с вами понятие потенциала. И в каждой точке пространства сопоставляем ему потенциал и вот это физическое, электрическое поле, повторяю, выдумку, мы описываем с помощью двух математических полей. Еще раз напоминаю, математическое поле – это когда каждой точке пространства мы сопоставляем объект. Либо скаляр, либо вектор, либо тензор, матрица. Так вот, физическое, электрическое поле мы описываем с помощью двух математических полей. Векторного поля – вектора напряженности и скалярного поля – вектор скалярного потенциала. И мы пишем, что тогда сила, действующая на наш заряд, пусть это заряд Q, есть произведение Q на вектор напряженности поля. Повторяю, что такое вектор напряженности поля – это вопрос тяжелый. Вернее, не вектор напряженности, а что такое само поле. Потому что поле – это некоторая выдумка. Ну а теперь оказывается, что все еще хуже. Оказывается, что если мы теперь этот заряд начнем двигать с какой-то скоростью то, как показывает опыт, иногда случается так, что при этом сила электрическая меняется. Пока мы говорили о силе, действующей на неподвижный заряд. А вот если заряд стал двигаться, то сила, вообще говоря, меняется. Давайте напишем так. Это электрическая сила, действующая на заряд Q со стороны всего остального мира. Тут можно было поступить двумя способами. Можно было сказать так, что электрические силы устроены так, что их величина зависит не только от положения заряда, не только от его величины, но и от скорости его движения. Так можно было построить физику. Но решили поступить по-другому. Решили сказать, что электрическая сила при движении заряда как была, так и осталась. Но кроме нее начала действовать еще дополнительная сила, магнитная сила. Повторяю, это выдумка, сила это выдумка. Можно было так выдумать, можно было так выдумать. И тогда, наверное, появляется еще какая-то, еще одна сила. Эта сила была электрическая, а еще появляется сила магнитная, которая зависит от скорости. И от заряда она действует только на те частицы, которые участвуют в электрических взаимодействиях. А от скорости она зависит и по величине, и по направлению. И так выдумали новые магнитные взаимодействия. Это те дополнительные взаимодействия, в которых участвует заряд, если он теперь начинает двигаться. Вообще, по-моему, совершенно идиотский подход. По-моему, если заметили, что сила, действующая на электрический заряд, зависит от скорости движения, надо было сказать, что электрическая сила зависит от скорости движения. А вот поступили вот таким способом. Сказали, электрическая осталась той же, а еще появилась магнитная. Но, как вы догадываетесь, если у нас появилась новая сила, надо как-то объяснять, откуда эта сила берется. Для объяснения, откуда берется электрическая сила и электрические взаимодействия, мы с вами придумали сказку под названием «Электрическое поле». А для того, чтобы объяснить хоть как-нибудь, откуда берутся магнитные взаимодействия и магнитные силы, придумали еще одну сказку. Какую? Магнитная. Придумали сказку под названием «Магнитная поле». И ее тоже надо как-то характеризовать. Математически. Для электрического поля придумали удобную характеристику вектор напряженности электрического поля. Но теперь, наверное, вы догадываетесь, что надо придумать некоторую характеристику для численного описания магнитного поля. Для него придумали... придумали... Да, значит, тут вот какое-то есть, я пока не знаю, какое. Еще теперь магнитное поле. И для его описания придумали численную характеристику математического вектор В, который, конечно, надо было бы назвать вектором напряженности магнитного поля. Но сделали еще раз вот так. И эту величину назвали вектором магнитной индукции. Хотя слово вектор электрической индукции уже было. Это был некоторый вспомогательный вектор, который помогал решать задачи электростатики в веществе. Точно так же потом появится вспомогательный вектор, который будет помогать решать задачи магнитостатики в веществе, который, конечно, надо было бы назвать вектором магнитной индукции. А это надо было бы назвать вектором магнитного поля. Но те троечники, которые этого думывали, умудрились и тут перепутать. И B назвали вектором магнитной индукции, а аналог вектора D, он будет называться вектор H, это чисто вспомогательный вектор, который помогает решать задачи в веществе. Его назвали вектором напряженности магнитного поля. Это совершенно ужасно. Два человека попытались поставить физику с головы на ноги. Это был Ричард Фейман и Ландау. Каждый из них пытался поставить это по-разному. Ричард Фейман в своих лекциях пытается писать правильно. Он B называет напряженностью магнитного поля, а H магнит индукции. Но авторитета Ричарда Феймана не хватило на то, чтобы переубедить училок и работников министерств, которые ставят на публикации гриф, допущенный министерством обучения. Ландау тоже понимал, что так делать нельзя. А поскольку обычно училки видят только буквы и названия, училки привыкли, B это магнитная индукция, а H это магнитное поле. Так вот этот вектор Ландау стал писать H и называть его магнитным полем, а вспомогательный вектор стал называть магнитной индукцией, чтобы училки заткнулись. Они же все равно не разберут, где вектор настоящий, где вспомогательный. Поэтому будьте внимательны, пользуйтесь и Феймановскими лекциями, и Ландашевскими. Оба человека хотели сделать по-человечески, но осталось все по-прежнему. Как буду поступать я? Конечно, у меня язык не поворачивается называть это вектором магнитной индукции, но это просто бред. С другой стороны, я очень уважительно отношусь к министерству образования и к печатям, которые ставят. Поэтому я поступаю следующим образом. Я говорю вектор B и вектор H. И меня, в общем, все понимают. Но иногда, конечно, у меня проскакивает, рассмотрим магнитное поле B, рассмотрим магнитное поле H. На самом деле, конечно, неважно, какими буквами это называть. Но некоторая логика должна все-таки быть. Теперь возникает вопрос, как ввести вектор B? Вот линии вектора E мы называли силовыми линиями, потому что вектор силы, действующий на единичный положительный заряд, направлен вдоль линии E. Теперь возникает вопрос, как мы договоримся направлять вектор B? Так вот, оказывается, что если в этой области пространства существуют магнитные взаимодействия, а это означает только одно, что если в этой области пространства вы начнете двигать заряд, то сила, действующая на этот заряд, изменится, когда вы начнете его двигать. Так вот, оказывается, в каждой точке пространства, где существуют магнитные взаимодействия, как показывает опыт, существует единственное направление движения. Ну, правда, не единственное. Одно из двух, либо туда, либо сюда. Существует единственное прямое, при движении вдоль которой электростатическая сила не меняется. А на другом языке не появляются магнитные силы. Так вот, то направление движения, при котором не появляются магнитные силы, а лучше сказать, при котором не меняются электрические силы, выбрано за направление линии вектора B. Вот вектор B, если вдоль этой прямой, если двигать заряд, то ничего не меняется. Мы будем считать, что вектор B смотрит вдоль этой прямой. Но в этой точке прямая, она только очень локальная, вот в этой точке пространства, а здесь уже, может быть, нужно двигать уже в другом направлении. Поэтому, вообще-то говоря, дальше эти линии могут кремиться. Они не обязаны быть всегда прямыми. Но мы рассматриваем такую локальную область, где кривую можно аппроксимировать прямой. Поэтому, господа, все, кто говорит, силовые линии магнитного поля, это глупость. Электрические линии, они в некотором смысле силовые. Они показывают, куда действуют силы электрические. А линии магнитного поля не показывают, куда действуют магнитные силы. Они показывают, куда можно двигать, чтобы магнитных сил не возникло. Вот кто-то когда-то в интернет, редко в интернете говорят, что-то умное, хорошее придумали термин. Это бессильные линии. Электрические это силовые, а магнитные это бессильные. Пока мы не договорились, в какую сторону смотрит вектор B, эту неоднозначность устраним попозже. Далее. Опыт показывает, что магнитная сила, действующая на движущийся заряд по величине, так напишем, F магнитная, действующая на заряд Q, пропорционально величине заряда пропорционально скорости его движения, величине, и пропорционально синусу угла между вектором скорости и бессильной линией B. То есть, если у заряда вектор скорости направлен сюда, то действующая на него дополнительная магнитная сила пропорционально синусу угла, только вот какого угла? Этого или этого? А наплевать. Синус альфа равен синус π минус альфа. Поэтому пока нам не важно, куда направлено B. Сами понимаете, если имеется такая пропорциональность, это экспериментальный факт, то если я теперь поделю величину магнитной силы на величину заряда, на величину скорости, и возьму синус равный 90 градусов, тогда он будет равен единице, то это отношение для данной точки пространства будет константным. Но если это пропорционально этому, то это константа. Так вот эту константу для данной точки пространства по определению выбирают в качестве величины вектора B. Итак, за единицу измерения B выбирают силу, которая действует на единичный заряд, движущийся с единичной скоростью, перпендикулярно линиям B. Только, господа, это в СИ такой идиотизм придумали. А в СГС решили измерять скорость не в сантиметрах в секунду, а в долях С. И поэтому здесь делят на ВС. А всех на ВС. Но если так, то мы с вами получаем, что магнитная сила, действующая на заряд Q по величине, равна произведению заряда Q на скорость на B. Правда, не знаю, в какую сторону, но пока пишу модуль и наплевать, ну, вообще-то на ВС, скобочках, и еще на синус альфа. Слушайте, а вам эта комбинация ничего не напоминает? Модуль одного вектора на модуль другого на синус угла. Это чертовски напоминает на векторное произведение. И тогда возникает идея. Давайте здесь напишем векторное произведение. Тем более, что опыт показывает, что если у нас линии B смотрят вот так, либо сюда, либо сюда, пока не знаю куда, а скорость смотрит, например, вот так, то опыт показывает, что магнитная сила всегда оказывается перпендикулярной плоскости, натянутой на векторы Вейбе, как и должно быть для векторного произведения. Магнитная сила в этом случае всегда смотрит перпендикулярно вот этой плоскости. Либо туда, либо туда. Так вот, договорились. Одно из двух возможных направлений вектора В выбирается так, чтобы выполнялась формула сила, действующая на зарядку магнитная, чтобы была равна К на В в С векторно на В. Это мы так договорились В направлять, чтобы работала эта формула. Еще раз напоминаю, скорость это практически реальная наблюдаемая величина. Сила это тоже наблюдаемая величина с трудом, там динамометр надо представлять, еще что-то. В это вообще черт знает что, это наша выдумка. Поэтому не сила равна Ку на В на В, а В определяется так, чтобы сила получалась такой. Мы так делаем нашу выдумку. Училки это не способны понять. Они начинают из того, что кричать. Магнитное поле существует объективно. А что значит объективно? А про это написано в учебнике, на котором стоит печать, рекомендовано министерству. Лучший критерий истинности, согласитесь. Лучший критерий. Обратите внимание, Ку положительный, если Ку отрицательный, то сила в другую сторону будет. Вот такая сила, господа, называется силой ловности. Ну, вернее, так. Это тоже не совсем верно. На самом деле, конечно, эти две силы не разделяют. И вообще-то сила, действующая над частицей в электромагнитном поле, это вот это фолюцент. И на самом деле сила Лоренц это сумма. Но уж следуя тому, что говорят училки, давайте это называть силой Лоренца. Хотя, на самом деле, силой Лоренц я буду говорить это электрическая сила, это силой Лоренца. Ну, вот так можно определить магнитное поле. Вот теперь мы договорились, как определить вектор Б. Вот примерно так надо вводить вектор Б в школе. Я-то буду по-другому вводить. Так, в школе надо было. Спасибо.